Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Наверное, очень много среди наших зрителей есть таких, которые смотрят наш канал, удивляются нашим колбасам, но никак не решатся приготовить свою первую колбасу. Это видео именно исключительно для вас. Если у зрителей, которые сейчас смотрят это видео, уже есть большой опыт в приготовлении колбас, наверное, ничего нового и интересного я не скажу. Это видео хочу посвятить именно начинающим людям, которые хотят первый раз приготовить свою варенокопченую колбасу. Вот как бы с чего начать. Начинать с колбас я рекомендовал бы именно с варенокопченых колбас, потому что варенки немножко сложнее по своей технологии приготовления и надо набраться немножко опыта. Также сыровяленые колбасы значительно сложнее по технологии изготовления и тут опыта уже потребуется еще больше. А вот для приготовления варенокопченой колбасы, ну, практически можно ее бы с опыта начать. Посмотрите внимательно это видео. Я поделюсь практически всеми своими знаниями, расскажу все, что я знаю. И вам будет просто приготовить свою первую вкусную домашнюю колбасу. Технология приготовления всех варенокопченых колбас примерно одинаковая и отличается некоторыми нюансами совершенно незначительными в зависимости от рецепта. На данном конкретном рецепте мы разберем все этапы по этапной технологии приготовления. Итак, первый этап засолка. Для засолки нам понадобятся три ингредиента, ну, в первую очередь мясо. Для данного рецепта мы используем жирную свинину. Колбаса делается по ГОСТу только из свинины жирной, это грудинка. На втором ингредиенте хочу остановиться более, так сказать, подробно и развернуто. Для посолочной смеси, для засолки мяса, для приготовления колбас используется нитритная соль. В основном содержание нитрита натрия 0,6%. В тех пропорциях, которые мы используем нитритную соль в своих рецептах, она совершенно безвредна, безопасна для человека. И немножко ниже пропорции, которые разрешены Минздравом и всякими ГОСТами. Итак, для приготовления засолочной смеси мы используем смесь из поваренной соли и нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6%. Смесь в следующих пропорциях. На килограмм сырья, 11,5 грамм нитритной соли и 11,5 грамм поваренной соли. Впоследствии вы эти пропорции можете немножко изменить. Для себя подогнать под свои личные вкусовые, так сказать, предпочтения. Можно увеличить количество или уменьшить количество поваренной соли в пределах 1 грамма. Нитритная соль продается практически во всех магазинах, которые продают товары для домашнего приготовления колбас. В частности, если вы начинающий колбасник, рекомендую вам обратить внимание на магазин Ем колбаски. Достаточно обширный ассортимент. При этом магазин не самый дешевый, далеко не самый дешевый, но в нем есть все, что вам понадобится. Когда вы немножко разберетесь с технологией, вы сможете в своем регионе найти более дешевые магазины и покупать по отдельности все нужные для вас ингредиенты. Теперь очень важный момент. Хочу сказать о мясе. Для того, чтобы у вас получилась вкусная колбаса, чтобы она не закисла в процессе приготовления, не используйте парное мясо. Мясо должно быть выдержано в холодильнике минимум 2-3 дня при температуре 3-4 градуса. Это достаточно важное условие, не пренебрегайте им. В противном случае колбаса у вас в процессе приготовления может элементарно закиснуть. Также для приготовления колбас не очень желательно использовать мясо длительного хранения. Допустим, у меня был случай, когда один подписчик несколько раз пытался приготовить сыровяленую колбасу и писал мне, ну вот я готовлю по твоему рецепту, колбаса у меня закисает, получается кислая. В результате начали разбираться, что же происходит. В первую очередь начали с мяса. Мясо он покупал в одном из сетевых украинских магазинов. Я его попросил узнать откуда это мясо. Ему сказали, что оно из Германии. Соответственно мясо, ну я не знаю из Германии оно или нет, но факт тот, что я пришел к выводу, что мясо длительного хранения и содержит огромное количество антибиотиков. Как известно, антибиотики не действуют на молочнокислые бактерии, содержащиеся в мясе. При этом убивает весь остальной бактериальный фон. То есть вот именно на молочнокислые бактерии антибиотики не действуют. Для борьбы с ними нужен противогрибковый препарат, но это уже речь о другом. То есть факт тот, что если мясо обработано антибиотиком, то в процессе вызревания колбасы, в процессе ферментации при определенных температурах начинает очень сильно, очень быстро в благоприятной среде развиваться молочнокислые бактерии, что приводит к быстрому закисанию колбасы. Есть несколько технологий засолки мяса. Можно засаливать мясо в фарше, можно засаливать мясо в кусках. Если вы будете использовать дополнительные химические элементы или стартовые культуры, допустим, для сыровиальных колбас, можно засаливать мясо даже прямо в колбасе. Но я все-таки придерживаюсь классической технологии и рекомендую всем придерживаться такой технологии, а именно засолки мяса в кусках. Для этого грудинку порежем на кусочки, примерно размером как на шашлыки будем резать, где-то 3 на 3 сантиметра. Ну, вот такие вот. После того, как мы нарезали мясо, надо его посолить. Причем засаливаем вот таким вот образом, по чуть-чуть, чтобы каждому кусочку мяса досталась порция соли. И у вас возникнет законный вопрос, резонный, для чего использовать нитритную соль. Ведь это все равно нитрит натрия, достаточно неполезное вещество. Я же могу засолить обычной солью. Я вам расскажу. Нитрит натрия, в первую очередь, консервант. И такие, допустим, бактериальные заразы, как бутулизм, при засолке мяса нитрит натрия просто убьет. Второе, это цвет. Вопрос цвета. Колбаса, засоленная обычной поваренной солью, после приготовления, после тепловой обработки, станет некрасивого землистого цвета. А колбаса, засоленная нитритной солью, сохранит красивый цвет мяса. И вот смотрите, сейчас я проакцентирую внимание на одном нюансе засолки. А завтра покажу вам результат. После того, как мы хорошенько перемешали мясо, так что каждому кусочку мяса досталась своя порция посолочной смеси, хорошенько его утром боем. Делайте так всегда. Почему? Потому что верхняя часть мяса, она будет окисляться от действия кислорода. И как бы нам надо, ну, по максимуму выдавить кислород из толщи мяса. Вот таким вот образом. Теперь накрываем это крышкой и отправляем в холодильник на засолку на сутки. Засаливаем в обычном холодильнике при температуре 3-4 градуса по Цельсию. А завтра, друзья, продолжим. Итак, друзья, мясо засолилось и приготовимся к следующему этапу обработки. Смотрите, я обещал показать, почему мясо надо уплотнять. Сверху оно немножко обветрилось, вступило в реакцию с кислородом, окислилось. Изнутри мясо, видите, какого красивого красного цвета. Тут два фактора. Во-первых, то, что оно не окисляется. И, во-вторых, нитритная соль, которая есть в составе посолочной смеси, помогает нам сохранить красивый цвет мяса в течение всего процесса обработки. Будьте очень внимательны. Мясо сейчас охлаждено до температуры 4 градуса. В процессе работы с фаршем до момента, до окончания набивки колбасы температура мяса не должна подняться, температура мяса, потом фарша не должна подняться выше 10 градусов. Если в процессе измельчения мясо фарш у вас нагреется, обязательно положите его на такое промежуточное охлаждение в морозильник. Что касается решетки. Чем крупнее, вот у меня на этой весорубке, я специально не брал никакое профессиональное оборудование, которое использую в других видео, для того, чтобы показать, что колбасу можно сделать, имея самое обычное кухонное оборудование, которое есть на каждой кухне. При этом колбаса будет очень вкусная. Мы сегодня даже один батон колбасы сделаем без копчения, и потом сравним результаты. Так вот, чем крупнее будет решетка на мясорубке, тем красивее и более ярко выраженный будет рисунок нашей колбаски. У меня решетка, к сожалению, мелкая. Здесь всего 4 миллиметра. Следующий очень важный этап приготовления домашних колбас, это вымешивание. Никогда не пренебрегайте этим этапом, от него зависит консистенция колбасы. Если этот фарш прям вот в таком виде забить в оболочку и готовить из него колбасу, то на выходе получим консистенцию как котлетка с четким рисунком фарша. Нам же надо получить однородную консистенцию, поэтому хорошо вымешиваем фарш. На этом этапе добавим сюда специи. Все специи, которые мы подготовили. Можно использовать любой метод вымешивания, можно вымешивать руками, но это будет очень долго. Вымешивать надо до появления в мясе белых волокон. Я буду вымешивать ручным миксером. Вымешивал я 5 минут и в результате вымешивания, видите, фарш стал такой белесый. То есть появились белые боковые волокна. Для того, чтобы из фарша убрать пустоты воздуха, так как мы туда сейчас нагнали воздух, проводим вот такую вот процедуру. Раз 10 вот так вот сделайте. И теперь приступим, сейчас я его доотобью. Приступим к набивке колбасы. Следующая технологическая операция, которую мы должны произвести, это набивка. Для набивки колбасы можно использовать вот такой вот простецкий шприц. У нас есть, конечно, хороший, качественный, профессиональный шприц для набивки колбас, но так как это видео обучающее, будем показывать на самом простом шприце. И также насадку на мясорубку. Сейчас я подготовлю фарш и приступим к набивке. В качестве оболочки для колбасы используем универсальную коллагеновую оболочку диаметром 45 мм. Продается во всех интернет-магазинах, которые продают товары для домашнего приготовления колбас. Нарезали оболочку нужным размером и на 5 минут, ну вот где-то так 40 см нарезаем, и на 5 минут замачиваем в теплой воде комнатной температуры, то есть 25 градусов, горячая вода не надо. Теперь можно фарш переместить в шприц. Фарш разделю на несколько частей, то есть у нас здесь будет примерно 3 батончика колбасы. На 2 батончика набьем с помощью шприца, один набьем с помощью мясорубки. Закладываем фарш в шприц. Причем после того, как мы его туда поместим, надо его хорошенько уплотнить, чтобы не осталось воздушных... Вот так вот, видите, выдавливаю оттуда воздух. Чтобы не осталось там воздушных пробок, которые потом попадут в колбасу и испортят нам рисунок. Буквально вот таким вот образом хорошенько его уплотняем, чтобы выдавить оттуда весь воздух. И только после этого накручиваем цепку для набитой колбасы. Подводим аккуратненько колбасный фарш к краю цепки. Этот шприц имеет присоску, но к клеенчатой поверхности он не присасывается только глянцево, поэтому буду его держать. Сейчас будет немножко рагульно. Смотрите, колбасу со второго края не завязываем. Во многих видео вы видели, что здесь колбаса завязывается со второго края. Мое мнение, это не совсем правильно, потому что вы не сможете уплотнить батон. А как его уплотнить, мы вам покажем сейчас. Жадно делать эту процедуру вдвоем, особенно с таким простецким шприцом. Один человек держит оболочку, а второй держит шприц, чтобы он никуда не убежал, и набивает колбаску. Хватит? Да. После того, как батончик набит, можем его по краям вот так вот уплотнить. Вот таким вот образом. Теперь вооружимся шпагатом и перевяжем. За свою, так сказать, карьеру колбасника, я так и не научился вязать правильные колбасные узлы. И не вижу в этом какой-то жуткой необходимости. Поэтому вот так вот перекручиваю несколько раз. Вот можешь вот так вот взять, чтобы было видно, что я делаю. Завязываем один хвостик. Теперь второй хвостик хорошенько подкручиваем, таким образом уплотняя батон. Вот как это показывает Лариса сейчас. И после этого тоже его завязываем. Получился вот такой вот батончик колбаски. Давайте отложим его со стороны и следующий набьем с помощью мясорубки. Конечно, мясорубка это самая крайняя мера. Конечно, мясорубка это самая крайняя мера. Но если у вас нету колбасного шприца, и вы сомневаетесь, будете ли вы готовить колбасы, понравится вам, не понравится. Но поверьте, вам понравится такой колбасы, как вы приготовите сами дома, вы не купите ни в одном магазине на сегодняшний день. Так вот, если вы хотите попробовать, и не хотите сразу покупать даже такой недорогой шприц колбасный, как вот этот вот, потом захотите, гарантирую вам. Используем вот такую вот насадку, которую можно купить в любом хозяйственном магазине. Процедура такая, очень геморная. Но мы вам сейчас покажем, как это делается. Надеваем колбасу на цепку точно так же. И порциями начинаем подавать фарш в мясообку. Используем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Далее друзья, с одной стороны хвостика завязываем петельку И следующий технологический этап, следующая процедура Это у нас осадка колбасы Вот таким вот образом подвешиваем колбасу при комнатной температуре на 2,5-3 часа Во-первых, она немножко самопрессуется, то есть фарш опустится вниз Если сама прессуется сильно, ее потом сверху можно будет подтянуть И произойдет осадка и ферментация фарша Вот обратите внимание, какого вида сейчас колбаска Через 2,5-3 часа мы ее покажем перед тепловой обработкой Она немного поменяет свой цвет Итак, поехали! Через 3 часа колбаса, видите, она немножко потемнела Она ферментировалась, прошла усадка фарша И можем переходить к следующему технологическому этапу Тепловая обработка Первый этап тепловой обработки – обжарка Разогрели духовку до температуры 90 градусов Включили конвекцию И помещаем колбасу на обжарку на 20 минут К концу обжарки у нас должен быть готов противень Или любая посудина с кипятком Которую мы могли бы поставить на дно духовки Для того, чтобы проводить процесс паровой варки Следующий этап тепловой обработки – паровая варка Для этого, чтобы не возиться с обычной варкой Особенно начинающим, проще делать вот так вот Потому что с обычной варкой все достаточно запутано И сложно Я тоже предпочитаю делать именно паровую варку Помещаем на дно духовки противень с кипятком Температуру в духовке понижаем до 80 градусов Желательно иметь кулинарный термометр со щупом Для того, чтобы контролировать температуру Внутри батона колбасы Во внутрь батона колбасы Помещаем щуп кулинарного термометра Температуру понизили И проводим процесс паровой варки Конвекцию надо выключить И проводим процесс паровой варки До достижения внутри батона температуры 68 градусов Смотрите, желательно все-таки использовать термометр Если у вас нет термометра и вы хотите приготовить колбасу, ну попробовать Я сейчас засекаю время, сколько она будет готовиться Но прошу учесть, что это время очень приблизительно Потому что очень много зависит от того, ну от самой духовки От количества батонов в духовке Потому что чем больше батонов, тем больше время, так показывает практика Ну вот мы исходим из того, что у нас три батончика там с половинкой лежит И засекли время, я вам скажу, сколько у нас в данных условиях готовилась колбаса Пока не набрала внутри температуру 68 градусов Прошло 47 минут и температура внутри колбасы достигла 68 градусов Как видите, огромное количество пара было в духовом шкафу То есть там именно происходило не приготовление, а паровая варка Теоретически колбаса полностью готова То есть можно дождаться, пока она остынет Потом на ночь поместить ее в холодильник, чтобы раскрылись хорошо специи И на утро дегустировать Так мы и сделаем с одним батоном колбасы Два же других батона мы закоптим Так как мы готовили изначально варенокопченую колбасу То будем коптить еще горячим копчением Итак, один батон мы остужаем до комнатной температуры Помещаем в холодильник и он у нас ждет дегустации Два батона мы вывешиваем при комнатной температуре Тоже часика на полтора-два, чтобы они остыли И после этого приступим к копчению Итак, все готово к копчению Коптить колбасу будем при температуре 30 градусов в течение трех часов Копчу я вот такой вот коптильник, которую сделал сам из старого сейфа Тут у меня автоматика, нагрев, но абсолютно все есть Если вам интересно, посмотрите на канале видео в разделе обзоры В плейлисте обзоры есть обзор этой коптильни Важный момент Если вы коптите просто в обычном, ну вот используете, там купили дымогенератор Коптильни у вас нету и коптите просто в коробке в картонной, допустим Так тоже можно Обязательно проверьте в коробке отверстие для выхода дыма Чтобы не было, то есть отверстие для выхода должно быть не меньше, чем отверстие для входа Через которое дым поступает в коптильню Ну вот в моем случае вот так вот У меня самодельный дымогенератор И важно помнить, что чем меньше объем коптильни, тем быстрее происходит насыщение продуктов дымом Поэтому в маленькой коптильной камере время стоит, ну как бы узнавать опытным путем Лучше не докоптить, чем перекоптить Если вы перекоптите колбасу, она будет невкусная, горькая и несъедобная Поэтому если у вас маленькая коптильня, покоптите там полтора часа Лучше попробуйте одну палочку, потом докоптить всегда можно Колбаса все равно готова А вот испортить колбасу уже потом ничего не сделаешь Итак, дымогенератор запущен Коптильня наполняется дымом Ну и собственно говоря, начался процесс копчения, друзья Через три часа я извлеку отсюда колбасу И на ночь ее оставлю повисеть при комнатной температуре Чтобы она равномерно пропиталась дымом И выровнялся вкус колбасы Сразу же пробовать не стоит А завтра утром продегустируем Я вам покажу, что у нас получилось На следующий день колбаса остыла Набралась вкуса И можем ее продегустировать Посмотреть разрез И посмотреть, что у нас получилось Как видите, по разрезу практически классический сервелат Причем чем крупнее будет мясорубка Чем крупнее будет решетка Крупнее отверстие, больше диаметром на мясорубке Тем ярче выраженный будет рисунок Давайте посмотрим вблизи разрез Да, друзья И как я говорил, то есть Видите, отличаются колбасы Это не копченая Это просто у нас вареная получалась А вот это варено-копченая Это я к тому, что если у вас нет дома коптильни Или нет возможности пока приобрести коптильню Можно начать без коптильни То есть получится колбаса отличного качества Просто без вкуса копчения Так вот, хочу вам показать разрез Вот это колбаска копченая Вот это просто вареная Как видите, по разрезу отличается незначительно Копченая немножко более яркий рисунок Приобрела за счет Ну, за счет горячего копчения За счет того, что мы коптили Ну и по цвету оболочки Естественно, копченая отличается Самое главное, дорогие друзья В приготовлении колбасы Это дегустация Если вы сделаете все точно по нашему рецепту Видите, как колбаска режется просто идеально То все у вас получится так же идеально Мы учли абсолютно все нюансы И попытались вам рассказать абсолютно Ну, обо всех Обо всех моментах Правильного приготовления колбасы В домашних условиях Тоненькое порезал Шкурочка очищается идеально Ничего не прилипло Это тоже, ну, хороший знак Ну что, друзья Вначале не копченую, наверное По запаху фантастическая Просто фантастическая Хороший, качественный, нежный сервелат Хотя это не совсем сервелат То есть по технологии, по специям Вот колбаса идеальная С хорошим мясным вкусом И вкусом настоящей колбасы Конечно, копченая С запахом копчения Вызывает значительно Больше желания ее попробовать Более яркий вкус Конечно, у копченых колбас Более яркий вкус Но, если вы хотите попробовать И приготовить свою первую колбасу И у вас нету коптильни Вот на этом примере Я вам показываю Чтобы с коптильней можно обойтись Итак Я рассчитываю, что мой зритель Начинающий колбасник И готовит свою первую колбасу Поэтому давайте пройдемся По всем этапам Еще раз я обращу внимание На что именно надо обратить внимание Чтобы у вас все получилось Первое Выбор сырья Мясо не свежее Неправильно сказал Не парное Мясо должно быть свежее И только свежее Как осетрина у Булгакова Если осетрина второй свежести Значит она протухла Мясо должно быть не парное Не только после забоя Если вы покупаете парное мясо А так лучше всего и поступить Тогда вы избежите неудач При приготовлении колбасы Потому что мясо перемороженное в магазине Десять раз тоже не лучший вариант И могут быть проблемы при приготовлении Так вот, покупаем хорошее свежее мясо В холодильник при температуре 3-4 градуса На 3-4 дня Чтоб мясо созрело Просто в обычном контейнере Оставляем его Мясо созревает Есть определенные физико-химические процессы Не буду их рассказывать Потому что очень не к столу будет сказано Что происходит с мясом Но так или иначе оно должно созреть Дальше следующее Это посол Посол лучше всего делать в кусочках Или в крупном фарше Но я все-таки рекомендую Если вы начинающий колбасник Делайте в кусочках посол Используйте то количество нитритной соли И поваренной соли Которые мы вам рекомендовали Если вы любите очень Вот эта колбаса сейчас Она в меру соленая То есть я Ну я в принципе все досаливаю всегда Вот для меня она хорошо соленая Если вы любите очень малосольное Уменьшите на 3 на 4 грамма Количество поваренной соли Количество нитритной соли уменьшать не стоит Итак При посоле Мясо режем мелкими кусочками Засаливаем тщательно Перемешиваем Чтобы все мясо получило свою порцию соли Утрамбовываем И отправляем в холодильник На двое суток на засолку Естественно накрываем крышкой Или пищевой пленкой Следующий этап Это измельчение Как вы будете измельчать колбасу Не имеет особого значения Самое главное в процессе измельчения Чтобы температура фарша не поднялась выше 10 градусов Контролируйте этот процесс Если у вас фарш начал нагреваться Можно пирометром контролировать Можно контролировать обычным кулинарным щупом Чем угодно Если фарш начал нагреваться И температура подходит к 10 градусам Лучше его отправить на промежуточную заморозку Также при следующем этапе При вымешивании фарша Которым тоже ни в коем случае не пренебрегайте Для того, чтобы колбаса получилась Именно Ну вот такая вот Однородная Полностью Как сказать, я не знаю Чтобы она не разваливалась Чтобы это не были отдельные кусочки фарша Чтобы она была эластичная Именно колбасного вида Обязательно вымешивайте фарш И опять же таки При вымешивании следите Чтобы температура не поднималась выше 10 градусов Следующий этап Набивка По набивке, как видите, никаких проблем нету Я даже не различу Какую колбасу мы набивали с помощью мясорубки И какую с помощью шприца Никаких полостей Колбаса твердая То есть она однородная совершенно Она не мягкая, не воздушная Нету там никаких полостей Поэтому по большому счету Значение чем набивать не имеет Когда вы уже придете к более сложным колбасам В которые вы будете вмешивать шпик Допустим Таким, как браушвейская колбаса Таким, как московская Да, там надо будет уже, конечно, обязательно шприц Потому что с большими кусками шпика Ну, сала Через мясорубку Мясорубка просто раздавит этот шпик И у вас не получится набить колбасу А обычные простые колбасы Типа вот такой вот домашней Типа краковской колбасы Совершенно спокойно можно поначалу делать на мясорубке Набивать через мясорубку После этого Обязательный этап Осадка фарша Осадка батона Осадка фарша и ферментация Проводится при комнатной температуре Не в холодильнике При комнатной температуре То есть это 18-22 градуса В течение 2-4 часов Не больше, не меньше Далее тепловая обработка По тепловой обработке все просто Но лучше запастись кулинарным щупом Термометром со щупом Кстати у нас на канале В разделе обзоры оборудования Есть обзор двух кулинарных термометров С выносным щупом Дешевый, ну тот который из них подешевле На Алиэкспрессе стоит около 5 долларов Поэтому ну совершенно не проблема Даже если вы хотите проэкспериментировать Купить такой термометр со щупом В любом случае в кулинарии, на кухне Он всегда пригодится Главное соблюдать время И если у вас духовка с электронным датчиком температуры То есть если у вас духовка с крутилкой Там где ручечкой выставляется температура Сделайте контрольные замеры Посмотрите, заметьте Поместите в духовку щуп И заметьте при каких показаниях При каких настройках ручечки У вас держатся нужные температурные режимы Потому что температурные режимы тут очень важны Достаточно ошибка на 5-6 градусов И колбаса будет испорчена Либо получится сухой фарш В колбасной оболочке Либо получите бульонный или жировой отек Если вы правильно провели тепловую обработку Как видите, никакое быстрое охлаждение Колбаса не требует Да, она еще нагревается То есть после того, как у вас батон Вы его нагрели И температура внутри у вас 68 градусов В духовке эта температура при этом 80 градусов Вы батон достаете из духовки Он еще какое-то время внутри батона Будет подниматься температура Не переживайте, ничего страшного От этого не произойдет То есть вообще по классической технологии Колбаса охлаждается Охлаждается просто в холодной воде Но в домашних условиях Делать это совершенно не обязательно Потом, когда вы начнете делать вареные колбасы Которые более сложные Там этим процессом пренебрегать нельзя В вареных копченых колбасах Вот в таких вот Которые делаются из фарша А не из эмульсии Этим процессом, этим этапом можно пренебречь После этого, друзья, оставляем Либо коптим колбасу Либо оставляем колбасу просто набраться Чтобы раскрылись специи Чтобы она набралась вкуса Очень часто задают вопрос Мы публикуем разные рецепты И говорят, почему колбасы Одни вначале коптятся А потом проходят паровую варку Другие наоборот Вначале варятся А потом проходят процесс копчения Это разные виды колбасы И получаем совершенно разный вкус Первое, это полукопченое Второе, это вот как мы сейчас сделали Варено-копченое То есть, если варено-копченое Она вначале варится, потом коптится Если полукопченое Вначале коптится, потом варится Я делал эксперимент Брал совершенно одинаковую колбасу Делал этими двумя методами По вкусу она получается немного Ну как, не немного Она значительно отличается друг от дружки Ну и наконец, друзья Занимаюсь я этим делом уже лет пять В этом видео я рассказал Все, что я знаю о приготовлении колбасы Знаю я немало Конечно, я не нагружал вас Биохимическими, физическими процессами Которые проходят в колбасе На всех этапах ее обработки Но это по большому счету Знать не обязательно Главное четко соблюдать Четко соблюдать нашу рецептуру После того, как вы начнете делать колбасу А для меня это будет большая радость Даже если это видео Не много, не тысячу, не две тысячи людей Приведет к тому, что надо делать домашнюю колбасу А даже десять человек Я стану немножко счастливее Я буду понимать, что Эти десять человек перестали покупать дрянь в магазинах Потому что То, что продается в магазинах Это не колбаса В большинстве своем Естественно, есть хорошие, дорогие колбасы Но средний и низкий ценовой сегмент Это не колбаса Но вот у нас, допустим, в Киеве В магазине продается колбаса По 89 гривен килограмм При этом килограмм мяса Из которого она сделана Стоит 120 гривен Вы понимаете И я понимаю Что колбасой и мясом В этой колбасе не пахнет Я думаю, что она не только Не полезна для здоровья Но и вредна А колбаса, которую вы приготовите в домашних условиях Из самостоятельно купленного мяса Без всякой химии В идеальных санитарно-гигиенических условиях Она вкусная Она полезная И просто она замечательная Поэтому, друзья Собственно говоря Резюмирую Вся суть всего этого процесса Было как можно больше людей Привлечь к приготовлению Домашней, классной, вкусной колбасы Попробуйте на этом рецепте После этого рецепта То есть он самый простой Мы постарались его сделать Самым простым После этого рецепта Вы уже сможете Совершенствовать свои навыки Делать более сложные колбасы Удивлять своих родных и близких И в конце концов Радовать себя прекрасным вкусом Ни ядом Ни крысиными хвостами Как знаете, говорят Что идет в колбасы Сиськи, письки и хвосты Так вот, не крысиными хвостами А классной, вкусной мясной колбасой Друзья, подписывайтесь на канал Ставьте пальцы вверх Оставайтесь с нами А мы будем продолжать Готовить для вас вкусные колбасы Всего доброго Пока